всем привет сегодня немножко про обслуживание корейских автомобилях часто меня спрашивают что ты льешь туда что заливаешь какие фильтры какие свечи в общем сегодня постараюсь рассказать что именно мы делаем со с нашими автомобилями и почему они все-таки доходили до 400 тысяч какие расходники мы используем в общем смотрите и не забывайте если видео нравится ставить лайки и подписываться на канал и так настало время технического обслуживания и каждое обслуживание на необходимо менять всегда масло первое что мы меняем это масло меняем фильтр фильтр ставим только оригинальный всегда меняем кольцо под сливной пробкой потом потому что она поджимается и она не таких денег стоит чтобы на этом экономить также лучше если бы у вас было еще пробка сливная сигнал наличие потому что при на каких-то пробегах она бывает резьба умирает приходится менять также на каждой замене на каждом то еще также меняется салонный фильтр мы ставим фильму а md вот такие потому что нет смысла покупать оригинал почему фильтр салона покупаем не оригинал потому что оригинальный в принципе достаточно дорогой он на 1000 рублей если вдруг вы купили где-то за 400 за 500 рублей салонный фильтр вы купили принципе то же самое только типа в оригинальной упаковке это будет подделка так что дешевый оригинальный фильтр его не существует и тут такая двоякая ситуация становится допустим вы вы покупаете вот этот фильтр меняете масло фильтр масляный и он дешевый и конечно при замене там масла на семьи с половиной десяти тысячах вам ничего не стоит его поменять как бы это дешево но если вы будете покупать фильтр этот за 1000 рублей и больше естественно вас будет тупо жаба душить каждые семь с половиной тысяч его менять и поэтому вы больше будете ездить забитым фильтром хотя может конечно кто-то ездит много на машине часто меняет эти фильтры покупая оригинал реальный оригинал не по 400 рублей там 500 просто вот такие ну такие же они реально это бумага главное чтобы она не ворсилась там все это не летело так по сути нет смысла покупать там переплачивать за дорогие вещи далее на каждый второй третий замене масла мы меняем воздушный фильтр двигатель также берем аналога потому что оригинал стоит дорого но на рынке опять же полно подделок их можно купить дешево но по факту покупая там фильтр типа в оригинальной коробке ну за 600 рублей вы просто покупаете то же самое только дороже далее каждый 30-40 тысяч пробега стоит поменять еще свечи обычно мы используем нжк свечи вот такие можно купить также оригинальные свечи это 60 артикул если вы покупать 60 артикул то в коробке также может быть те же самые нжк просто то же самое и кстати если покупаете оригинал вот таких коробках то у вас вот этой картонного пыльника который его не будет не надо на это акцентироваться и думаю что вам подсунули подделку там их не бывает но также в 60 артикуле кроме свечей нжк еще могут быть свечи чемпион и свечи юра к этим свечам я немножко не очень хорошо отношусь и также в последнее время мы стали еще свечи дэн составе потому что попробовали их они также нормально вроде работают в следующем в одном из следующих видео я покажу обзор на них как уже машина проехал достаточно большое количество километров и вроде все хорошо свечи понятно тут ставить можно любые по сути переплачивать за коробку не имеет смысла можно просто ставить те же нжк далее к расходника мы также относим топливный фильтр его меняем мы на пробеге где-то 120 150 тысяч по большей части когда о нем вспоминаем топливный фильтр только оригинал мы не играем с аналогами потому что они могут криво встать потом просто давление будет уходить через него поэтому только оригинал тут на артикул не смотрите это от оптимы от еще от какой-то это не от рио далее тормозные колодки по большей части мы ставим компанию хайкью начали ставить трв потому что ценник примерно приравниваться начал и в ближайшем будущем мы еще попробуем компанию маршал почему потому что она просто удивила при цене примерно такой же как хайкью у нее в наборе идет тут практически все можно поменять те пластины которые гниют также они в наборе болтики ну и сами колодки также смазка для направляющих поэтому также на нее сделаем обзор в ближайшее время посмотрим как они пойдут себя будут ли скрипеть да по поводу колода хотел сказать не забывайте многие пишут я попробовал хайкью но это полное там они скрипят пищат и там их подделывают их также подделывают как и все остальное так что не надо думать что вы купили очень дешево хорошую вещь она нам просто оказалось качество плохой этой фирмы нет вы купили подделку далее диски тормозные мы также используем либо хайкью либо трв трв потому что они покрашены но хайкью смотрите внимательно сейчас стали большие магазины очень много продавать подделок коробка хайкью внутри непонятно что лежит также не ходят они также на третий рио на первом солярисе к расходникам можно отнести клапан абсорбера только в оригинале никаких замен там все не замены не ходят практически сразу перестают работать поэтому это тоже только в оригинале также на пробеге 150 200 250 тысяч первый случай это от 150 могут у вас загореться может на приборке значок аккумулятора значит что у вас неисправность генератора как правило у вас стирается просто щетки в регуляторе напряжения но мы меняем сборе регулятора весь ставим только оригинал он компании валю хоть он стоит 5000 там плюс 5000 то есть 5000 плюс от 5 бывает и 6 но на этом узле лучше не экономить и мы ставим только оригинал далее ремень натяжитель обводной ролик тоже только в оригинале ставим на артикул не смотрите это от оптима двухлитровый но только оригинал также на этом не стоит экономить далее жидкость трансмиссионная это для коробки передач 6 ступки sp4 только оригинал льем кто-то говорят зиг можно лить это тоже самое почему то же самое что она тоже красная но могу сказать что было замечено что на оригинале все отлично а когда заливали зиг то в жару коробка могла подпинывать немножко так что лично мое мнение что зиг и оригинал вот это все такие это разные трансмиссионки жидкость гура также только оригинал льем не имеет смысла заменять ее здесь она зеленая ник не пункт не надо бумажку там опускать говорит что она желтая она зеленая у вас она зеленая вот она также льем оригинал psf4 опять же это для рио 3 у 4 рио там уже электроусилитель она не требуется тормозную жидкость также льем мобил из подвески рычаги саленблоки там рулевые наконечники тяги ставим только оригинал если кто-то говорит что ctr это с завода идет что поставщик то мы сравнивали ctr оригинал отличаются это не то же самое поэтому мы выбираем в пользу только оригинала на лампочках также не экономим головной свет ставим bosch все остальные одноконтактные двухконтактные тоже ставим bosch лучше переплатить чуть больше заплатить но не лезть там по 20 раз не менять их постоянно и тут можно подытожить из всего набора для обслуживания этого данного автомобиля там kia rio или hyundai solaris или седов но неважно корейских автомобилей предпочтение даем только оригиналу аналоги ставим только тормозные колодки свечи тут непонятно 50 на 50 потому что в оригинале то же самое идет и воздушный и салонный фильтр потому что не стоит переплачивать лучше почаще менять да наверное стоит уточнить по маслу что у нас масло большей части бочковое мы из бочки заливаем ее канистры используем это если клиент захочет там с собой забрать или куда-то на обслуживание к дилеру поехать до придерживаем и такие канистры но в основном это идет у нас только бочковое масло большую часть запчастей стараясь содержать наличие потому что неизвестно когда что прилетит кому что понадобится какие-то товары мы выкладываем также на авито вы можете их там же приобрести ссылки в описании будет под видео ну а на этом сегодня все кому видео понравилось ставьте лайки не забывайте подписываться на канал и всем успехов и удачи на дороге